Юрий Симоненко Кто станет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Псал 93.16 Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землею и не наполнили вселенной неприятелями. Исайи 14.21 Человек с обрезанным дробовиком на изготовку обошел здание бывшей котельной по кругу и остановился. Прислушался. Тишина. Ледяная лестница, что ведет ко входу в убежище в паре метров. Холодно. Термометр на плече бушлата показывает минус 30. Запаха дыма нет. Все улетает вверх прямиком в низкое клубящееся грязью небо. Как же холодно. Человек поежился. 30 градусов в середине июня. Кто бы мог подумать? Нет, были, конечно, такие, кто думал. И теорию ядерной зимы придумали, и компьютерные модели всякие, прогнозы разрабатывали задолго до наступления этой самой зимы. И книжки страшные писали про это. Да только избежать так и не сумели. За время зимы здание обнесло серыми сугробами чуть выше окон. И теперь, чтобы попасть внутрь, нужно сначала спуститься вниз по вырубленной в обледенелом Насте лестнице. Там внутри сейчас тепло и уютно, но человек не спешит. Слушает. Несколько долгих минут он вглядывается в темноту, в которой лениво кружились редкие колючие пылинки. Когда в августе прошлого года они обменялись ядерными ударами, уже через неделю стемнело. Температура падала стремительно день за днем. Сейчас день. Если верить часам дней, в привычном понимании этого слова, с тех пор, как стемнело в конце августа, не было. Только ночь. Была только ночь. Темная и холодная. Уже в сентябре на юге России стояли 15-ти градусные морозы, а зимой, календарной зимой, температура опустилась до 70-ти. Так что тридцатник в июне не так страшно, если вспомнить январь. Убедившись, что поблизости нет никого, человек с обрезом оборачивается и делает знак рукой тому, кто все это время стоял в стороне. Другой человек тоже с обрезом в руках отделился от черной стены в 15 метрах от бывшей котельной. Это товарищ. Он отстал за полкилометра отсюда и шел позади, готовый в любую минуту прикрыть первого. Опустив на землистый нас добычу, окоченевшую со связанными веревкой лапами средних размеров собаку, первый человек шагнул к стене бывшей котельной, вдоль которой верх из снега торчит вентиляционный короб из нержавейки. Достав из ножа на поясе поверх ватного военного бушлата охотничий клинок, он стучит рукоятью по коробу. Раз-два-три, раз-два, раз-два-три, раз-два. Сосчитав про себя до десяти, повторяет условный стук. Ему отвечают. Раз-два, раз-два-три, раз-два, раз-два-три. Это означает, все в порядке, можно спускаться. Если бы ответа не последовало или ответ был бы иным, то двое вошли бы в убежище через другой, замаскированный сейчас как снаружи, так и изнутри проход, что стало бы для находящихся внутри посторонних неприятным сюрпризом. Подобрав добычу, человек дает знак товарищу и спускается вниз по ледяной лестнице. За железной дверью услышится скрежет, после чего дверь приоткрывается. Из появившейся щели на серую ледяную стену падает полоска тусклого желтого света. «Илья, ты?» – спрашивает из-за двери ломающийся мальчишеский голос. «Я», – отвечает человек. «Ты, Ваня, стук не слышал? Открывай, давай, не морось!» Войдя в тамбур, Илья Лисов скинул собаку с плеча и аккуратно снял рюкзак с привязанными к нему по бокам снегоступами. Обрез, бывший в прошлой жизни охотничьи вертикальной двустволкой ИЖ-27, положил на специально пристроенный в углу столик. Снял с груди короткий автомат, ментовскую ксюху. Положил рядом, пусть оружие пока здесь полежит. В убежище сильно теплее, стволы сразу конденсат словят, их придется тут же чистить, а после вылазки охота отогреться, помыться, поесть, в себя прийти. Почистить оружие можно позже. Вошедший следом Антон Мельников тоже оставил стволы на столике. Вместо собаки у Антона через плечо была перекинута связка из двух одеревенелых от мороза кошек и одного зайца. «Папочка!» Белобрысая девочка восьми лет выскочила из-за брезентового полога, закрывающего проход между тамбором и убежищем, и подбежала к Антону. «Машенька, ну иди ко мне, моя маленькая!» Антон расстегнул с тылый бушлат и присел, широко расставив руки. Девочка бросилась в объятия к отцу, обхватила его за шею обеими ручками. «Маша!» Послышался из-за полога строгий женский голос. «Ты почему раздетая в тамбур вышла?» «Ну, мам!» Отозвалась девочка, не отлипая от папиной шеи. Антон чуть отстранил дочку, со строгим видом осмотрев, в чем-то одета. Два мальчиковых свитера, один с рукавами, другой поверх него без, и мешковатые штаны, тоже не девчачьи, на ногах дутые нейлоновые сапожки. Осмотр удовлетворил его, и он сменил строгий взгляд на более мягкий. В тамбуре мороза не было, температура держалась около 7 градусов Цельсия. Не простынет. «Все хорошо, Настя!» Громко сказал Антон. «Она не замерзнет!» И, чмокнув дочку в курнос и веснущатый носик, добавил, уже обращаясь к ней. «Ну давай, иди внутрь, чтобы мама не ругалась!» Девочка быстро кивнула и юркнула за полок. В тамбур вышли трое. Петр Николаевич, которого все звали просто Николаичем. Заросший щетиной, тощий немолодой мужик в очках и растянутом свитере с оленями, и с обрезом в самодельном чехле на ремне у пояса. Марина, невысокая, крепкая женщина на вид лет пятидесяти, возраст свой она скрывала. В мешковатом шерстяном платье. И Степан, короткостриженный парень семнадцати лет, с не по возрасту глубоким взглядом и седыми висками, старший брат Ивана. «Не дурно поохотились!» Поздоровавшись, заметил Николаич, кивая на сваленную на пол добычу. «Да, Николаич, в этот раз неплохо», — согласился Илья. «За косым, небось, побегать пришлось?» — поинтересовалась Марина. «Не», — ответил ей Антон. «Больной он какой-то, медленный был». Седой парень подошел к зайцу, наклонился и взял тушку, повертел в руках. Его раньше уже кто-то прихватил за ногу, вот, смотрите. Он показал заживший рубец на шкуре русака. Собака или шакал? Но он тогда, похоже, отбился, хоть и остался инвалидом. «Ну, спасибо тебе, Степ!» — ответил ему Антон. «Теперь я себя виноватить буду!» «А чего виноватить?» — не смешно усмехнулся седой парень. «Времена сейчас такие, да и ты же его быстро подстрелил, а собаки или волки живьем бы драли. Так что вариант с тобой ему даже лучше, а хромой он все равно первым из своих сородичей попался бы. О, коте!» «Ага», — усмехнулся Антон. «Хитрожопые крались за нами целой кодлой по деревьям, ловили момент, чтобы на шею прыгнуть». «Что?» — поддержала тему котиков Марина. «Коте уже не те?» «Так все уже не те», — философски заметил Илья. «Этот вон!» — он кивнул на труп собаки. «Друг человека! А попадись этому другу один и без оружия!» «Ну, и чего вы тут застряли?» Выглянула из аполога Татьяна, подруга или, правильнее сказать, супруга Ильи. «Молодая женщина, тридцати двух лет, с ожогом в половину безупречно красивого лица». «Сейчас, Танюша!» — улыбнулся ей Илья. «Надо же остыть немного от холода!» «Идите уже давайте!» — объявила Марина, подмигнув Татьяне. «Мы с Николаевичем дальше сами разберемся. Через полчаса ужин. И ты, Ваня, тоже иди, погрейся!» Добавила она, обращаясь к мальчишке. «Небось, замерз тут, как цуцик. На кухне чаю попей!» «Ну, наконец!» Татьяна, встав на цыпочки, прижалась гладкой щекой к еще холодному лицу Ильи, когда они вошли в убежище. Главный зал котельной в дальнем конце был в два уровня застроен деревянными комнатушками, три на первом этаже и три на втором. В широком проходе вдоль правой стены расположились кухня и столовая с длинным обеденным столом. Большую часть пространства зала слева занимали три котла-агрегата, из которых один использовался для обогрева убежища. Остальные два, полностью исправные, были накрыты плоским дощатым прямоугольником и окружены подобием строительных лесов. Это Николаич благоустраивал их маленький теплый мирок. Николаич, работавший до войны оператором, не этой, а другой, более крупной котельной в Краснодаре, был в убежище главным и единственным завхозом, организатором всех работ, строителем и слесарем, следил за оборудованием котельной, в общем, был душой убежища. Это он, Николаич, придумал заложить все окна изнутри кирпичной кладкой, оставив для маскировки снаружи оконные рамы и застроить часть зала жилыми комнатами, подняв первый ярус на два метра выше уровня холодного пола, а второй соорудив под самым потолком. «Я изволновалась, Илюша, три дня вас не было!» «Так надо, милая!» Илья крепко обнял любимую женщину. «Я боюсь!» – тихо сказала Татьяна. «Что однажды ты не вернешься?» Они встретились через девять дней после бомбардировки, когда холодная противоестественная ночь уже окутала мир. Илья брел тогда бесцельно вдоль федеральной трассы М4 прочь от города, в котором погибли его родители и младшая сестра. Впереди шла небольшая группа беженцев, в которой Илья не спешил присоединяться. Он отстал примерно на километр от группы, ориентируясь на свет фонарей и костров на привалах. Избегая людей, Илья держался зарослей вдоль трассы и куветов, не разводил огня и старался не шуметь, когда слышал поблизости голоса. На вторые сутки, когда группа впереди остановилась на ночлег возле какого-то поселка, со стороны лагеря беженцев раздался выстрел. Потом еще и еще. Послышались крики. Тогда-то Илья и решился подойти ближе. Он был вооружен. За два дня до этого Илья встретился с бандой из троих отморозков, промышлявших грабежом и убийствами. Сначала нашел тело одной из жертв подонков, а потом и их самих. Он убил их всех и забрал оружие. Полицейский АКС-74У, два пистолета ПМ, охотничье ружье и ручную гранату Ф-1. Приличный арсенал. Рюкзак его был полон провизии и всего необходимого для нескольких недель безопасного и сытого существования, если не лезть лишний раз на рожон. Но слова, что он произнес за два дня до того, перед тем, как выстрелить в лицо главаря бандитов, обязывали его действовать. «Послушай», — говорил ему отморозок, — «вот мы по беспределу с ней обошлись». Отморозок имел в виду изнасилованную и убитую им и его подельниками девушку, тело которой и нашел Илья. «Я согласен, слышишь? Я согласен!» «И ты с нас спрашиваешь, но посмотри вокруг! Весь мир превратился в ад! Миру крышка! Сколько миллионов или, может, миллиардов сгорели! Кто за них спросит? Из кого?» «Спросят», — ответил ему тогда Илья. «Я уверен, теперь каждый, кто выжил, может и должен спрашивать себя из других, чтобы оставаться человеком». После этих слов он выстрелил в бандита. «Что ж, ты сам сказал это, твои слова», — говорил он себе, пока бежал вдоль кювета к месту, где остановились беженцы. «Теперь выполняй». И он выполнил. Увиденное на стоянке совсем не удивило его. Примерно на это он и рассчитывал. Четверо молочиков с ружьями окружили разбитый на ровной поляне в стороне от трассы лагерь беженцев и стояли так, чтобы согнанные в кучке вокруг нескольких костров люди, в большинстве женщины и подростки, их хорошо видели и не пытались сопротивляться. Еще трое вооруженных мордоворотов расхаживали по лагерю и набивали увесистые на вид рюкзаки, отнятые у беженцев добычей. Присмотревшись из тени к мародерам, Илья убедился, что ни у кого из них не было автоматического оружия. Лишь у двоих были помповики, еще двое в руках держали обычные двустволки. У тех, что грабили, были обрезы, которыми они то и дело тыкали в людей. Илья не сразу заметил тела убитых, как после выяснилось, то были часовые из числа самих беженцев, всего трое. Когда же обошел поляну по кругу, чтобы занять более выгодную позицию на пригорке и увидел полную картину произошедшего, последние сомнения отпали. Рюкзак с пистолетом и ружье Илья спрятал в кустах в кювете на подходе к лагерю. Собой взял автомат, известный среди вояк, полицаев и просто любителей оружия, как Ксюха или ублюдок. Второй пистолет и лимонку. Выбрав место так, чтобы одновременно трое из окруживших лагерь находились на линии огня, Илья достал гранату, выдернул чеку и зашвырнул ее в неглубокий овражек за пригорком, после чего быстро лег на землю, широко раскрыв рот. Бабахнуло, как говорится, будь здоров. Шум и осветивший овраг вспышка сработали как надо, вызвав у грабителей замешательство. Бандиты все как один обернулись в сторону взрыва, направив туда же и ружья. Илья, не вставая, прицелился и дал первую короткую очередь. Один упал. Чуть отвел ствол Ксюхи в сторону и еще три выстрела. Второй сложился пополам и стал заваливаться вбок. Не дожидаясь, пока тот упадет, Илья развернулся, встал на одно колено и снова дал очередь. Третий готов. В этот момент в лагере кто-то выхватил из костра горячую палку и сунул ею в лицо одному из грабителей. Раздался вопль, потом выстрел, крики. Началась драка, беженцы стали бить двоих бандитов, бахнул обрез, и женщина, пытавшаяся отнять рюкзак у грабителя, упала замертво. Сцена эта настолько захватила Илью, что он позабыл об опасности нарваться на выстрел, встал. И, подобно бездумной машине, пошел в лагерь, прямиком на стрелявшего. Выйдя на освещенную кострами поляну, Илья подошел к грабителю на расстояние вытянутой руки и выстрелил в упор, точно в голову, одиночным. Так. Скупо треснул автомат. Пуля прошла сквозь череп и улетела в темноту. Бандит упал. Лишь один из семерых налетчиков тогда ушел живым, сбежал. То был четвертый из оцепления. Четверых застрелил Илья, еще двоих забили сами беженцы, близкие погибших от рук грабителей. В тот вечер группа беженцев из 27 человек потеряла пятерых, еще двое умерли на следующий день. Илья тогда присоединился к группе, но уже через несколько дней покинул ее, так как начинало холодать и нужно было искать укрытие. Да и бесцельное блуждание по дорогам становилось все опаснее. Вместе с ним группу покинула и Татьяна. Минуту они стояли молча, обняв ее, откнувшись носом в чисто вымытые простым хозяйственным мылом волосы, вдыхая знакомый запах. Илья чувствовал, как по всему его телу разливается умиротворение и желание близости. Он дома. Здесь, в этой перестроенной котельной с теплыми уютными коморками. Он дома. Там, снаружи за стенами их маленькой крепости, раскинулся ледяной тартер. Грязное, пропитанное сажей небо, собаки, жрущие людей, волки и медведи, жрущие людей, люди, жрущие людей. Там, концентрированное зло, сотворенное людьми, ужас, воплощенный в реальности руками человека. А здесь покой и безопасность. Здесь любимая женщина, ради которой не страшно пройти через холодный ад. «Люблю тебя», — тихо произнес Илья, и, ослабив объятия, немного отпрянул, заглянул в серые глаза. «И всегда буду возвращаться к тебе, чего бы мне это ни стоило». Лицо женщины, обожженное маленьким солнцем, что почти год назад на миг загорелось над ее и его родным городом, тронулась держанная улыбка. Улыбка вера, улыбка согласия, улыбка обещания. «Пойдем», — сказала она, потянув его за руку к деревянной лестнице, поднимающиеся к балкону второго яруса. «Я хочу тебя, мой милый лис». У них было принято есть всем вместе, за одним общим столом и из общего котла. Как еще в самом начале выразилась Марина, никаких заначек и харчеваний по норам. На обед и ужин собирались все, кроме очередного дежурного, который следил за котлом и за входом. «Завтрак — дело добровольное». Еле молча, потом за чаем обсуждали дела общины, решая спорные вопросы простым открытым голосованием. «Ну что, рассказывайте, далеко ходили?» Отхлебнув крепкого чаю из желтой эмалированной кружки, начал общий разговор Николаевич, когда с ужином было покончено. «Километров двадцать-двадцать пять», — ответил Илья. «Хорошо сходили». Заметила Марина, кивнув в сторону кухонного стола, где были разложены пакеты с макаронами и крупами, пачки с чаем, банки с кофе и увесистый на пять килограмм мешок сахара, освежованных собаку, зайца и котов уже положили в холодильник, специальный железный ящик на крыше. «Обожди, Марин», — перебил ее Николаевич. «Это вы в какую сторону ходили? На Краснодар?» «Ага». С хитрым видом покивал Илья и переглянулся с Антоном. Тот лишь усмехнулся. Марина тотчас заметила сговор. «Хорош тянуть кота за яйца. Давай рассказывай, лисе морда». «Да, Илья, не тяни», — затребовали остальные. «Рассказывай уже». «Что вы там нашли?» Поинтересовался Степан с видом, будто ему это совсем неинтересно. Но все вообще не знали, что это не так. Просто такой он, Степан, неэмоциональный. «Расскажите уже, ребята, правда ведь интересно? Где это вы столько всего нашли?» Добавила подруга Степана Ольга, худенькая, большеглазая девушка 19 лет, без бровей и ресниц и вообще без единого волоска на маленькой округлой голове. Вопросы большей частью усыпались на Илью, потому что именно его, Илью Лисова, прозванного Лисом. Община считала своим негласным лидером, хотя сам он ни на какое лидерство никогда не претендовал и лично таковым считал Николаевича и отчасти Марину. Тот же Антон, хоть и был на два года старше Ильи и сильно покрепче телосложением, никогда не оспаривал положение друга, будучи и сам ему кое-чем обязан. Все знали историю семьи Мельниковых, как историю Степана с Иваном, да и историю Татьяны тоже знали. Заначку нашли. Сдался, наконец, Илья. Вернее, склад целый. Это... Он кивнул на их с Антоном добычу. Так, мелочи, на пробу. Сказав это, он кивнул товарищу, мол, давай, ты рассказывай, а сам потянулся к чайнику и долил чаю Татьяне. В общем, мы на поселок один элитный набрели, продолжил Антон. Пустой, живых там нет, стали дома обыскивать, и вот в один коттедж зашли, осмотрелись, а там... Он выдержал нарочитую паузу, повысив градус общего внимания. В общем, маньяк-паранойк какой-то, видать, там жил. Пап, а кто такие маньяки-паранойки? Спросила Машенька, до того тихо сидевшая между ним и Настей. Это дочь. Такие военизированные дяди были раньше. Их еще выживальщиками называли. Назидательно объяснил Антон. А кто такие выживальщики? Тот час последовал новый вопрос. Это те, кто потом стали бандитами. Тихо ответила за Антона Настя и прижала к себе дочку. Сиди тихо и слушай. В общем, продолжил Антон. Домишко тот сразу навел на подозрение. Такой милитари-стайл. Оружия, конечно, не было, но по стенам фотки вооруженных, экипированных людей. Горки, парки, берцы, разгрузки, штаны всякие тактические. Много фильмов и книг постапокалиптических. В общем, мы решили получше поискать в доме том. На чердаке посмотрели, в подвале, в гараже. Вроде ничего. На первый взгляд. А потом лис предложил в подвал вернуться. Ему показалось, что подвал подозрительно маловат. Потайная дверь, сразу предположил Николаич. Она самая, подтвердил Антон. А за дверью той здоровенная такая комната, полная всяких ништяков. И как много. Если рюкзаками вдвоем носить, то придется раз сорок туда-сюда сходить, сказал Илья. Николаич присвистнул, немного помолчал и сказал. «Если мы со Степаном с вами ходить будем, то это, считай, уже не сорок, а двадцать на месяц точно». «Нет», — сказал Илья. «Если постоянно туда-сюда ходить, кто-нибудь обязательно заметит наше паломничество и выгребет все там. Надо разом все забирать». «Как?» — поскреб пальцами колючий подбородок Николаич. «На чем? Сугробы такие, что ни один трактор не пройдет». «На снегоходах», — тихим монотонным голосом произнес тогда Степан. Илья сразу понял, о каких снегоходах тот говорит. Степан и его 13-летний брат Иван появились в убежище полгода назад. Их привели Илья с Татьяной из очередной вылазки. Они с Антоном выходили тогда по очереди, чтобы не ослаблять защиту убежища. Одного Николаича в обороне недостаточно. Мужик он толковый, но ему 62 уже, а с ним три женщины и девочка. Нужен был еще кто-то более молодой и мобильный. Ходили со своими женщинами. Остальные оставались в котельной. Николаич следил за отоплением и плотничал, благоустраивая жилое пространство. Марина занималась кухней и припасами. Ольга помогала Марине или занималась с Машенькой, а когда Настя с Антоном выходили за припасами, то и вовсе все время проводила с девочкой. Между вылазками Илья и Антон попеременно работали на подхвате у Николаича, а Татьяна и Настя у Марины. Так и жили. Снаружи тьма, мороз под шестьдесят и метели, но деваться было некуда, их маленькой общине нужна была еда. Запасов угля в котельной хватит года на три, при теперешней экономии. Отапливать-то только саму котельную. С водой тоже повезло, рядом пожарный водоем, а вот с едой тяжело. Приходилось выходить. В тот раз они ходили в сторону Крымска, шарили по домам, гаражам, брошенным машинам, в магазинах бесполезно. Искали все, что запечатано, чтобы не принести в убежище дозу. Стоял штиль, но холод страшный. Три комплекта термобелья, ватные армейские штаны и бушлат, шапка-ушанка, толстый шарф на лице и лыжные очки, на ногах валенки в снегоступах. Таков необходимый для вылазки набор одежды, без которого смерть. Точий, но масластый и жилистый лья, и еще более худенькая, но все же крепкая для своей комплекции Татьяна, в этих облачениях походили на парочку медведей. Припасов набрали прилично, набив 20-литровые рюкзаки на две трети, макароны, крупы, сахар, соль, несколько банок консервов. Уже повернули обратно, когда замело, поднялся ветер. Решили переждать в небольшом поселке, чуть в стороне от дороги. В поселок этот ни они, ни Антон с Настей прежде не заходили, считая, что тот был наверняка разграблен в первые месяцы после ударов, поскольку находился недалеко от федеральной трассы. Домов там было немного, все большие и вычурные, жили там раньше люди явно не бедные. К таким, к первым, мародеры и бандиты в гости наведывались. Сейчас там, похоже, никто не жил. Ничего хорошего в таких местах не было, но вот налетевшая внезапно в юго не оставила выбора. Пришлось свернуть. Поселок, одна улица с двумя десятками дворов по обе стороны, был обнесен забором из металлопрофиля. Забор на три четверти занесен снегом. На въезде сгоревшая будка КПП с открытыми воротами и поднятым обломком шлагбаума. Несколько домов в начале улицы выгорели, а вот вдали, на противоположном конце поселка, как минимум в двух горел свет. Со стороны дороги эти дома видно не было, там и лес с двух сторон, вернее, справа лес, а слева небольшая рощица. Собак слышно не было, что неудивительно при таком холоде. Решили тихо разведать, что за люди живут, чтобы знать на будущее. Стоит ли связь наладить или лучше обходить стороной? Людей мало осталось, и люди эти сильно разные. Есть и добрые, и бандиты, и кто похуже. Оставив Татьяну в ближайшем к выходу из поселка несгоревшем доме, в третьем от проходной, Илья пошел задними дворами к обитаемым домам. Заметных следов своими снегоступами он не оставлял, да и мело уже сильно, но лучше перебдеть. Осмотрев несколько домохозяйств, целых и вполне пригодных для жилья, было бы чем отапливать, Илья заключил, что люди из них давно ушли. Но вот почему эти ушли, а те дальше нет. Большого фона здесь не было, Крымск не бомбили, город пострадал от воды из Краснодарского моря, но этот поселок стоял далеко. Хорошее место, дома добротные. Как волна грабежей схлынула, и началась темная зима, приходи и живи. Чего не жить? Лес с дровами за забором, город рядом, можно жить. Работы, конечно, много, но не всем повезло заселиться в котельную с запасом угля. А может, жители просто уплотнились в те дальние дома? Ответ пришел скоро. В полуоткрытом гараже последнего необитаемого дома он обнаружил настоящий склеп, вернее, косницу по типу парижских катакомб. Человеческие черепа, позвоночники, кости были тщательно уложены на полках и вдоль стен. Похоже, тому, кто их там складывал, нравилось это занятие. Если бы не мороз, в помещении стояла бы страшная вонь, так как на костях оставались хрящи, жилы и необглоданные до конца клочья мяса. Людоеды. Илье уже приходилось сталкиваться с такими, а вот Татьяне еще нет. И лучше так пусть и остается, решил тогда Илья, собираясь уходить. Но снаружи, сквозь завывание ветра, послышался характерный хруст. Кто-то шел к гаражу и был уже совсем близко. Илья выключил слабый однодиоидный фонарик, светивший не дальше парой метров, и быстро прошел в открытую дверь, ведущую в дом, стараясь ничего не зацепить. Сняв с руки лыжную перчатку, он достал из-за пазухи макаров, быстро размотал пуховой шарф, открывая лицо колючему ледяному воздуху, и также быстро обмотал им руку с пистолетом. Замер, стараясь дышать ровно, медленно и неглубоко. Хруст снаружи усилился, но шел один человек. За последние пять месяцев Илья научился точно определять такие детали на слух. Вскоре кто-то с фонарем вошел внутрь гаража, потоптался на месте, шмыгнул носом. Что-то глухо упало на пол, затем вошедший замер. Минуту не слышалось никаких шевелений, видать, все-таки заметил следы. Скрипнуло, желтые пятна на стенах и потолке гаража стали ярче, снова скрипнуло. Звук волочения чего-то не сильно тяжелого. Опять тишина. Шаги в сторону двери, за которой стоял, затаив дыхание Илья. Легкие шаги. Женщина. Вооружен этот кто-то или нет, Илья не знал, но легко узнаваемых щелчков или позвякивания карабином, каким крепится ремень ружья или автомата, слышно не было. Илья медленно поднял пистолет, поддерживая пуховую обмотку второй рукой снизу, направляя оружие в место, где предположительно будет находиться грудь того, кто уже через несколько секунд мог появиться в дверном проеме. Шаг, еще шаг, еще шаг. Если он не успеет, если промахнется, если выстрел услышат те, кто сделали это со всеми теми людьми. Татьяна. Если он сейчас не выйдет отсюда. Нет. Он выйдет. Свет усилился, шаги ускорились, и в проеме появился мальчишка с лампой-керосинкой типа летучая мышь. Лет двенадцати. Веснущатый, немного чумазый, в дутом пуховике и в такой же дутой ушанке, с замотанным до носа шарфом, но, видимо, часть лица и рост не оставляли сомнений. Это был именно мальчишка. Он замер, уставившись на лию, перевел удивленный взгляд на шерстяной клубок. Он явно не понимал, зачем человек в темном проеме намотал на руку шарф и выставил этот куль перед собой, словно это оружие. Мальчишка не был вооружен. Илья тоже замер. Он не ожидал увидеть ребенка. Он не опустил пистолет, цель о мальчишке точно в голову. Что делать? Наброситься на пацана и связать? Оставить его здесь, а самому бежать? Поскорее забрать Татьяну и уходить в лес? Пристрелить маленького людоеда? Но это же ребенок. Разве можно убивать ребенка? Помнится, раньше на такое был негласный запрет и в кино, и в книгах, и в играх. Исключение только для трэшовых фильмов и сериалов про зомби, герои которых в последние годы очень толерантные. Изредка стреляли маленьких плотоядных упырей, уже мертвых, с глубоким сожалением и скорбным видом. По всем правилам, надо бы Илье тогда устыдиться, схватить в охапку это же ребенка, спасти его от домашнего насилия. Это ведь насилие, кормить ребенка человечиной. Отвезти в убежище и кормить макаронами, гречкой, добытой собачатиной. И объяснить ему, что людей есть, это очень плохо. Ведь к двенадцати-то годам он, конечно же, не знал этого. Но вот хрен там. Этот гаденыш, если его сейчас не привалить, пусть не прямо сейчас, а позже, когда его родственнички схватят Илью, и его любимую женщину будет жрать их. Не как зомби из кино, сырыми, а в виде супа или жаркова, а потом кости их сюда отнесет и аккуратно рассортирует и разложит. «Нет, не бывать этому кончилась толерантность!» Илья нажал на спуск, раздался глухой хлопок. Стрелянная гильза обожгла запястье. Во лбу у пацана чуть выше правой брови появилась маленькая темно-красная дырка. Пацан даже не выронил лампу. Как стоял, так и хлопнулся навзничь. Илья быстро размотал шарф, выкинул гильзу и снова замотал пистолет. Теперь Макаров стал теплее. Он быстро вошел в гараж, взял из руки мертвого пацана летучую мышь и осмотрелся. В паре метров от поднятых на две трети рульставин лежал заполненный почти наполовину грязно-бурый мешок, бывший когда-то былым. В такие раньше упаковывали муку, сахар и всякие удобрения. Заглянул внутрь. Он не сомневался в том, что увидит. Загасил лампу и швырнул в сторону мертвого людоеда. Ветер усиливался, мило. Надо было уходить и как можно скорее. Илья выбрался из гаража на сугроб, снаружи снег лежал высотой в метр. И пошел было обратно, когда за кирпичным забором в соседнем дворе что-то скрипнуло. «Илюша!» прокричал в метель женский голос, от которого Илью прошиб холодный пот. «Ты там скоро? Хватит эти кости перекладывать! Иди домой, пока не замерз! Ужин скоро!» Вот так тезка! Илюша мля! Илья постоял самую малость, развернулся и пошел к кирпичному забору. Перемахнул. Двор просторный, заваленный снегом беседкой и парой разлапистых елей. Дом во дворе небольшой, двухэтажный. Свет горит на первом этаже в паре комнат. Перед домом внушительных размеров поленится кубов на шесть. Снег вокруг почищен до самых ворот. Ворота открыты, за воротами тоже чисто, как и во дворе дома напротив большого четырехэтажного. Там почти во всех окнах свет, слышны приглушенные голоса. Часть двора напротив накрыта навесом, а под навесом Илья присмотрелся. Снегоходы. Два снегохода с прицепами. Обошел дом кругом, заглянул в окна. На кухне молодая женщина лет тридцати что-то готовит. На газовой плите кастрюля. Большая, литров на двадцать. Сковорода здоровенная под крышкой. Едоков, видать, много. Следующая комната столовая. Стол накрыт на... Отсюда не видно. Илья перешел к следующему окну. Персон на двадцать. Следующее окно темно. Еще одно. Это с решеткой и тоже темно. И вдруг к стеклу с обратной стороны прилипает лицо. Еще один мальчишка. Одет легко в какие-то тряпки, лицо в ссадинах, синяки под глазами. Смотрит прямо в глаза, а у самого в глазах такое отчаяние. Илье страшно стало. Нет. Это ты тот, который сейчас в гараже лежит совсем разные мальчишки. Не прострели он голову Илюши. Илюша бы этого скушал через какое-то время. Это уж точно. Помогите. Одними губами произносит мальчишка за окном. Помогите. Илья слышит его сквозь стекло и сквозь метель. Тот час рядом с мальчиком появляется еще один человек. Девушка. Нет. Парень постарше. Просто волосы длинные и короткая оборотка, как у Иисуса. Тоже не слабо побитый. Тот молчит. Младшему руку на плечо кладет, от окна отрывает. Не верит, что за окном нормальный человек. Похоже, принял он Илью за одного из тех, что в соседней комнате столуются. Ах вы мрази. Медленно сквозь зубы цедит Илья Лисов. Сердце его стучит так, словно из груди сейчас вырвется. Нелюди. Животные. Руки его яростно сжались. Причем правая так стиснула пистолет, что не отведи он заранее указанный палец на спусковую скобу в избежание случайного выстрела. Такой выстрел бы сейчас произошел. Ярость охватила его всего лишь на несколько секунд, после чего в голове прояснилось. Нужно было действовать. Действовать как можно быстрее. Он не оставит этого мальчишку за окном с решеткой и второго парня, что принял его за людоеда. Не оставит. Сейчас, парни. Сейчас. Подождите. Я скоро. Произносит он. Вой метели уносит его слова, но он уверен. Мальчик его понял, прочитал по губам, понял по глазам. Илья быстро обошел дом, заглянув в последние два окна. Там решеток не было, но сами окна были плотно зашторены. Внутри горел свет. Потом вошел в дверь, из которой мать-людоедка недавно выкликивала своего сынка-людоеда и с порога всадил той пулю в грудь. На выстрелы из соседней комнаты выбежала еще одна баба. Даже не баба, а целая бабища. Крепкая, мордатая и заметно постарше первой, в заляпанном кровью мясницком переднике и с увесистым тесаком в руке. Илья порастрелил бабище голову с двух метров. Наповал. Быстро прошел к двери в столовую и заглянул. Никого. Лестница на второй этаж тут рядом, но оттуда никто не бежал. И света в окнах второго этажа не было. Подниматься не стал. Прошел в комнату, из которой появилась бабища. В комнате стоял тяжелый, железный запах, как в мясном павильоне, перебивающий запахи стрипнины из кухни. Это была разделочная. Посреди комнаты стоял длинный дубовый стол, какие раньше ставили в беседках на заднем дворе. Вокруг стола кастрюли, ведра с крышками. Вдоль стен шкафы и лавки разрубочная колода с воткнутым в нее топором. В дальнем углу штабель из нескольких мешков с солью. Один мешок вскрыт, стоит в привалку к штабелю. Небольшой столик, на нем наборы ножей, мясные топорики, столярная ножовка и секатор, каким виноград обрезают. У двери корзина мусорная, в ней тряпки всякие. Нет, не тряпки. Рваные штаны, рубашка, каблук ботинка выглядывает. На столе в центре мясо. На беглый взгляд можно принять за свинину, но не свинины, конечно, костей почти нет. Костя и Илюша в гараж по соседству отнес. Хороший мальчик, маме помогает. Помогал. И бабушке, наверное, или тете, или кем там ему бабища приходилось. Впрочем, плевать. Дверь в комнату с узниками была сразу напротив той, через которую Илья вошел. Дверь железная, входная, какие раньше в квартиры ставили, открывается внутрь разделочной. Но это именно внутренняя сторона. Вот защелка, вот ключ под ручкой торчит, глазок шторкой прикрыт. Вокруг двери следы штукатурки, свежие. Повернул ключ, потом защелку, потянул дверь на себя. Запах мясного павильона отступил перед пахнувшим из-за двери запахом немытых тел. В комнате темно, свет падает сзади, из разделочной, которая, как и кухня, освещается несколькими керосинками, расставленной по полкам и шкафам. Вот они, парень, похожий на Иисуса, и мальчишка, стоят, смотрят на Илью. И Иисус кажется удивлен. Мальчишка улыбается и ревет одновременно, сопли распустил. «Выходим быстро!» Сказал им Илья. «Хватайте одежду, какую найдете изо мной. У этих!» Он кивнул куда-то в сторону, подразумевая обитателей дома напротив. «Скоро ужин!» Когда Степан в своей бесцветной манере уточнил, где и у кого он предлагает взять снегоходы, над столом на несколько минут повисло напряженное молчание. Наконец Николаич сказал, «Вдвоем вы это дело не потянете!» Потом перевел взгляд на Степана, добавил, «И втроем тоже!» «Это смотря как к вопросу подойти!» Помолчав, ответил Илья. «Если сначала разведать, потом подумать хорошо и уже после действовать, тогда можно не только снегоходами разжиться!» «Верно!» Поддержал его Степан. «Там у них и оружие есть, и припасы!» «Это какие еще припасы у ледоедов-то, Степ?» Брезгливо поинтересовалась у парня Марина. «Соль, специи, консервы, например!» Пожал плечами тот. «Ну уж нет!» Женщина сплела демонстративно на груде руки. «С оружием как хотите, а к харчам их запомоенным я пальцем не притронусь!» «Ты с этим погоди, Марин!» Николаич мягко погладил ее по руке. «Надо сначала решить, что да как!» Он поскреб пятерней колючую щеку и продолжил, обращаясь ко всем. «Я вот как считаю, хабар, что вы нашли, надо оперативно разом забрать, и снегоходы эти нам для такого дела будут очень кстати, а людоедов перебить давно пора. Сходить к ним в гости надо дружной компанией, кроме женщин и детей, разумеется. И извести ублюдков подчистую, и дома их сжечь!» Сказав это, Николаич окинул собравшихся за столом по суровевшим взглядам, остановившись на Илье и глядя на него, закончил. «Предлагаю голосовать!» Проголосовали единогласно, но с поправками. Татьяна с Настей решили тоже идти. Пусть не на передовую, но поддержать мужчин огнем и прикрыть тыл они вполне способны. А еще Иван, обычно сидевший за столом тихо, но серьезным видом, твердо заявил. «Я тоже с вами пойду!» Когда же Марина, ставшая за полгода мальчику кем-то вроде родной тетки, стала возражать, Иван лишь сказал ей. «Они отца и маму съели!» На это Марине ответить было нечем, никому нечем. Все знали, через что прошли братья. Тогда, полгода назад, в гараже, когда Илья заглянул в мешок, принесенный Илюшей, он видел останки их матери, на столе в доме тоже. Ее убили днем накануне, а двумя неделями ранее убили их отца. И вот теперь никто не мог запретить этому тринадцатилетнему мальчишке пойти вместе с братом и отомстить. «Хорошо», — сказал Илья. «Пойдешь с нами, будешь вместе с Таней и Настей». Мальчик хотел было возразить и дожать до своего, чтобы ему позволили принять активное участие в расправе над каннибалами, но перехватил предупредительный взгляд Антона. «Спокойно, парень, поквитаешься». Идти решили, когда заметет, а пока стояло без ветря, устроили учение. Три дня их маленький отряд из семи человек бродил по брошенному поселку, на краю которого расположился завод ЖБИ, с превращенной в убежище котельной. Командиром отряда выбрали Илью, его заместителем Антона. Учились действовать в команде и, разбиваясь на пары и тройки, отрабатывали язык условных жестов, стреляли, устроив тир в подвале одного из домов. Братья и Николаич учились правильно ходить на снегоступах и прятать следы. К середине четвертого дня поднялся ветер. Темно-серое небо завыло и налилось свинцом. Началась поземка. Пора выходить. Оделись по-летнему легко, то есть вместо трех комплектов термобелья – один, а вместо тяжелых армейских ватных штанов с высоким поясом – легкие горнолыжные, вынесенные два месяца назад из магазина спецодежды в Абинске. Взяли лучшие из запасов убежища на случай исхода, вооружились автоматами и помповиками в качестве основного оружия и дополнительно ножами, пистолетами и обрезами. Илья и Антон взяли уже привычные ксюхи и обрезы. Третий АКС-74У из арсенала убежища и к нему потертого ментовского Макарова выдали Степану. Имевшийся в единственном экземпляре АК-74 – он же легендарное весло вручили Николаевичу как человеку, умеющему им пользоваться. С таким он служил в Советской Армии. Неизменный чехол с обрезом марки «Ремингтон», который сам он называл странным словом «Хауда». Николаевич перевесил на ремень поверх бушлата между автоматными подсумками. В сочетании с хронической небритостью это придало боевому облику Николаевича особого шарма, что сразу отметили женщины. Посоветовав ему добавить в гардеробу пулеметные ленты на грудь крест-накрест, Татьяне с Настей достались помповые ружья из Жевского и Тульского оружейных заводов, ИШ-81 и ТОС-194, и пистолеты Макарова. Ивану выдали двустволку ТОС-34, с которой мальчик уже привык обращаться во время его дежурств, и старенький ТТ. Боекомплекта взяли по принципу патронов мало не бывает. К автоматам по три войсковых подсумка на четыре магазина, к пистолетам по два полных запасных магазина плюс пачка патронов сверху, к ружьям по пятьдесят патронов на человека, у кого ружье за основное оружие, у кого обрез вторым номером, те взяли по двадцать. Выгребли арсенал убежища на три четверти. До места, где Илья с Антоном решили устроить временную базу, шли пять часов. Это было здание, разграбленного подчистую автосервиса рядом с выгоревшей заправкой, от которого до поселка Людоедов оставалось чуть более километра. Преимущество места заключалось в том, что вряд ли кто туда сунется намеренно. Обнесенная сугробами, продуваемая всеми ветрами коробка, внутри которой нет ничего ценного, костер не разожжешь, за дровами далеко ходить, окон нет, створки ворот одного из двух смежных боксов отсутствуют, вторые приоткрыты и завалены сугробом. В здании расчистили место, в углу за закрытой створкой поставили две двухместные палатки с переходом, внутри зажгли газовые обогреватели. В тесноте, как говорится, да не в обиде, с дороги не видно. На разведку пошли вдвоем Илья и Антон, Николаич остался в автосервисе за старшего. Когда свернули на дорогу к поселку, увидели характерный тройной след широкой полосой от гусеницы. Такой ни с чем не спутаешь, след уходил в темноту, заворачивая в сторону, противоположную той, откуда пришли Илья с Антоном. «Недавно ездили, часа, может, три-четыре», предположил Антон. Следы почти замело, но они еще угадывались. Знак неоднозначный, поскольку понять точно, сколько снегоходов прошло и в каком направлении было нельзя. Свернули с дороги, заметя за собой снег, сломанными ранее в другом месте ветками. Мало ли, вдруг поедут и заметят следы. Тогда лучше сразу назад заворачивать и откладывать мероприятие. Прошли к лесной опушке и вдоль опушки двинулись к поселку. Чуть углубившись у лес, обошли поселок, зайдя с другого конца. Там была еще одна проходная, целая, не сгоревшая. Ворота закрыты, но снег перед воротами почищен, дорога от проходной разделяется на две. Одна огибает поселок и закрывающую часть поселка от обзора с главной дороги Рощицу, соединяясь с этой самой дорогой метров через 700. Другая сворачивает в лес. В проходной никого, да и в самом поселке тихо. Свет в трех домах горит, в двух уже знакомых Илье и еще в одном, соседнем со столовой. Не в том, где коснется, а с другой стороны. Дымом тянет. «Топят углем», заметил Антон. «Раньше вроде дровами топили». Сказал Илья. «Видать, разжились где-то». «Значит, обосновались капитально? Что дальше, командир?» Слово «командир» прозвучало просто и без подкола. Антон Мельников, как и Лисов, служил в армии, был даже старшим сержантом, Лис же рядовой запаса. Но Антон не сомневался в уме и мужестве товарища, уступая тому первенство. Если бы не Лис, лежать Антону под снегом в придорожном кювете, а его жене и дочери... Лучше не думать о том, что сделала бы с ними шайка озверевших гордых сынов Кавказа, остановившая их Ниву на ночной дороге тогда, в октябре. Лис появился из темноты и без слов открыл по шайке огонь, убив двоих на повал и после добив еще двоих раненых. Он не проронил ни слова, не ответил молившим его о пощаде бандитам, просто убил всех, как каких-нибудь насекомых-вредителей. Нет, скорее, как бешеных собак. После, когда они познакомились и пожали руки, из темноты появилась Татьяна, подруга Лиса, женщина с обожженным лицом. Оказалось, Лис специально следил за бандой, подозревая горца в беспределе, но ему нужно было подтверждение. Такой человек Илья Лисов, справедливый, фанатично справедливый. Антон старался брать с него пример. Давай обойдем с другой стороны, вдоль забора, посмотрим подходы и задний двор вон того дома. Илья кивнул в сторону четырехэтажного куба под кургузой четырехскатной крышей, в окнах которого горел свет. Как раз перед ним в прошлый раз он видел снегоходы. Потом зайдем через сгоревший КПП и по знакомому мне маршруту вон через те дворы. Он указал рукой на левую сторону улицы. А там посмотрим. Между кирпичными и каменными стенами на границах домовладений и окружавшим поселок железным забором имелись прямые проходы шириной в пару метров. Нечто вроде узких улочек, по которым раньше наверняка прохаживались охранявшие покои и благоденствия обитателей поселка Чоповцы. В прошлый раз ближний к лесу проход был почти доверху завален снегом, как и дворы. Илья мог легко в перевалку преодолеть любой из заборов, не снимая снегоступов. Теперь же проход этот оказался очищен от сугробов, превратившись в двухметровый ров. Попасть в этот ров снаружи было легко. Профиль окружного забора торчал из снега сантиметров на сорок. А вот, чтобы выбраться обратно, надо или карабкаться под скользкому металлопрофилю, или идти до сгоревшего КПП в нежилой части поселка. Центральная улица в обитаемой ее части была тоже почищена, как и проход за четырехэтажным домом, по которому хотел прогуляться Илья. «Лучше в эту траншею не лезть», сказал Антон. «Смотри, как натоптано», добавил он, указывая на цепочку припорошенных следов. «Под рулем ходят». «Да», — согласился Илья. «Ходят. Подождем следующего обхода, а потом еще пару раз, узнаем расписание и откуда ходят». Антон согласно кивнул. Засели в сугробе за проходной, так, чтобы видеть центральную улицу, подложив под пятые точки туристические сидушки из пененого полиэтилена, без которых теперь никуда. Ждать долго не пришлось. Не прошло и пяти минут, как из дома рядом со столовой вышел человек с собакой и пошел прямо на них. Вернее, в сторону КПП. Друзья замерли, стараясь лишний раз не дышать. Хотя ветер дул со стороны поселка. Тут главное сидеть тихо. Дуй ветер с обратной стороны, собака по виду здоровенный кавказец или алабай. Вполне могла бы их унюхать, как тихо не сиди. Дойдя до проходной, человек свернул в проход направо. Илья достал из-за пазухи электронные часы и засек время, отметив, что вышел собачник ровно в 20.00, плюс-минус минута. Патрульный появился из противоположного прохода через 14 минут, обойдя поселок по часовой стрелке. Потом вернулся в дом, из которого вышел. Получалось, этот дом был у людоедов чем-то вроде караульного помещения. Дом был по поселковым меркам среднего размера, двухэтажным. Свет в доме горел только на первом этаже, как и в доме-столовой. На следующий обход человек-собакой вышел ровно через час, в 21.00, и обошел поселок за 13 минут. Друзья решили не дожидаться следующего обхода, небезосновательно предположив, что следующий будет в 22 часа, и двинулись вдоль железного забора, обходя поселок против часовой. Со стороны рощицы в четырехэтажном доме не светилось ни одно окно выше первого этажа. «Умно!» хмыкнув, отметил Антон. «Другие два дома двухэтажные и дальше, а этот с дороги можно заметить. Похоже, твой визит научил их осторожности». «Не факт, что только мой», сказал Илья. «Идем, осмотримся». Они пошли вдоль железного забора и вскоре выяснилось, что из прохода можно попасть в каждый из дворов через имевшиеся в оградах проемы, в которых раньше, по-видимому, были калитки. Теперь калитки сняли, а в снегу за забором прорубили крутые ступеньки. «Недурно», заметил по этому поводу Антон. «Местные так могут оперативно появиться в любом месте, тут вариант только один, посадить на каждый проход по пулеметчику». «Это если нападать силами тяжкими», покивав, сказал на это Илья. «А наше дело маленькое, внезапная диверсия и геноцид». Они обошли поселок со стороны рощицы и вошли в него через сгоревшую проходную, тщательно заметя следы. Вьюга усилилась и через десять минут заметить, что кто-то прошел из дне к крайнему обгоревшему дому не сможет никакой следопыт, даже самый бывалый. Интересно получается, поднявшись на второй этаж, провонявшего сажей коттеджа и глядя в сторону слабых огоньков на дальнем краю поселка, тихо произнес Илья. «Это место мне напоминает вентерь». «Смотри, с этой стороны никаких ворот или заграждений, даже окоп этот между заборами не почищен». Он указал рукой в сторону внешнего забора. Обходя поселок, они отметили, что проход между капитальными ограждениями дворов и внешним металлопрофилем очищен не до конца. За предпоследним двором в утрамбованном до состояния камня сугробе были вырублены длинные ступени, от которых расчищенная дорожка вела через двор на улицу и дальше ворота двора напротив. У случайных людей должно складываться впечатление, будто здесь все разграблено. Заходи, выходи, все открыто. Ну, живет кто-то в поселке этом, можно заглянуть, попросить ночлега, поторговать, узнать про эти места, что да как, а можно и пограбить. Лохи же наверняка какие-то. Не были бы лохами, забор бы окопали, ворота починили, охрану на входе организовали. И лох идет, как судак вентерь, закончил мысль Ильи Антон. Ага, именно. Антон лишь хмыкнул, поправляя шарф на лице. На разведку поселку ушло без малого два часа. Они обошли и проверили все дворы по обе стороны улицы до обжитых домов и за ними. Внутрь большей части домов не заходили, двери в них были закрыты, а кто его знает, что там за дверями теми. Там же, куда заходили, все было как везде. Холод, пыль, мусор, следы грабежей. В паре мест на полу и стенах бурые пятна и росы пестрелянных гильз. Ходили осторожно, внимательно смотрели под ноги и по сторонам, закрытые двери не трогали, руководствуясь мудрым принципом «не вижу, не лезу». И, как оказалось, не зря. На входах в дома по соседству с обитаемыми, осмотреть которые следовало обязательно, стояли примитивные, из одной эвки растяжки, какие способен поставить всякий, у кого руки не кривые. В эти дома вошли через окна, выломав оконные рамы с помощью компактных монтировок, без коих из убежища не выходили. Проверили помещение, сняли растяжки, пополнив тем самым свое вооружение четырьмя гранатами Ф-1. Гараж с косницей оказался заперт снаружи. Илья решил показать его Антону, чтобы товарищ проникся перед боем, чтобы лучше понимал, с кем им предстояло иметь дело. В гараж прошли через дом, костей там заметно прибавилось. Причем свалены они были вдоль стен без прежней аккуратности. «Не люди!» выдавил сквозь образовавшийся комок в горле Антон, постояв минуту окруженный кучами человеческих останков. «Здесь я в прошлый раз застрелил ребенка», произнес тогда Илья, про Илюшу он до того рассказывал только Татьяне. Антон ответил не сразу, он молчал некоторое время, пытаясь сосчитать попадавшийся свет фонаря черепа, потом спросил, «Что?» Пацана лет одиннадцати-двенадцати спокойно добавил лисов. Он принес мешок с костями матери Степана и Ваньки, собирался красиво сложить, вон. Он указал рукой на тщательно уложенную косницу, поверх которой останки были навалены как попало. «Видишь, как сложено, это у пацана хобби такое было, а тут я». Антон медленно покивал, потом сказал, «Правильно сделал, это уже не ребенок был, а нелюдь». «Да, потому и пристрелил». «А мне ты это рассказал зачем?» «Чтобы ты был готов, там». Илья сделал неопределенный жест в сторону опущенной ролеты. «Будут не только взрослые». «Я тебя понял». После короткой паузы произнес Антон. «Можешь не сомневаться во мне, лис, я сделаю то, что должен сделать каждый нормальный человек, встретивший людоеда, невзирая на возраст этого людоеда». «Это я и хотел услышать, Антон», сказал Илья. Снегоходов на прежнем месте перед четырехэтажным домом не оказалось, но они скорее всего в запертом гараже рядом. Уже почти заметенные следы перед гаражом тому подтверждение. Или нет. Или снегоходы ушли из поселка. Проверить гараж не получалось, окон нет, ролета открывается изнутри, а дверь сбоку гаража заперта на замок и просматривается из окон дома. Стоит кому-то подойти к окну и посветить фонариком, пусть лучше снегоходы окажутся в гараже, а если нет, придется потом дождаться их возвращения. Огневую точку решили устроить на втором этаже дома по соседству с четырехэтажным, который напротив в караулки. Место удобное, можно и по караулке бить прямо в упор и по столовой чуть правее. Посадить сюда Николаевича с его веслом, РПК бы ему, с ним Степана, с Ксюхой, сила. Женщин с Ванькой оставить бы вообще в автосервисе, да не согласятся. Придется выцепление за пару домов от места боя усадить, если кто из каннибалов побежит, пусть бьют. За полночь выдвинулись назад, дождались, когда патрульный собачник вернулся в караулку и пошли дворами. В автосервисе уже наверняка начали волноваться, обещали вернуться до 12, но ждать будут до двух часов, потом Николаевич с братьями пойдут на выручку. Метель не стихает, термометр на бушлате показывает минус 28. Резкий звук мотора возник из ниоткуда, только что ничего кроме ветра не было слышно и вот он, мотоцикл газует, за ним еще один, снегоходы. Возле сгоревшей проходной вспыхнул свет фар, затем по улице поднимая облако снега промчался сначала один снегоход, за ним второй. Илья с Антоном пригнувшись быстро прошли вдоль кирпичного забора и присели за накрытым кованым навершием угловым столбиком. На каждом снегоходе сидели подвое и каждый тащил за собой довольно длинный, чуть короче самого снегохода крытый прицеп сани. Подъезжая к дому с косницей, первый снегоход сбросил газ и замедлившись свернул во двор столовой, второй последовал за ним. Немного порычав на низких оборотах, двигатели один за другим заглохли, послышались голоса, залаяла собака, кто-то четырехэтажного дома с керосинкой в руке и пошел во двор столовой, за ним еще несколько темных силуэтов. «Ну вот, теперь все дома», сказал Антон. «Во сколько начнем?» «Часа в четыре», ответил Илья. «Идем, наши уже заждались». Пошли по дороге прямо по следам снегоходов, вряд ли за теми двумя в отрыве идут еще, было бы их больше, шли бы вместе. И те назад вряд ли поедут в метель, зато по следам этим идти куда быстрее. На развилке след не свернул влево, как ожидалось, а вправо, в направлении автосервиса. Получалось, что людоеды сделали круг, выехали в сторону Славенска на Кубани, а вернулись по М4 со стороны Крымска или Краснодара? Со стороны Краснодара на трассе Дон следы снегоходов свернули в направлении автосервиса. Шли быстро, молча, поравнявшись с заправкой перешли на бег, когда из темноты появилась коробка здания автосервиса, обоим стало ясно, что случилось плохое. Множество следов перед воротами уже начало заметать, скинули снегоступы, бегом внутрь. Внутри боксов никого, палаток нет, на полу в паре мест следы крови, но гильз не видно, никого, ничего. Только вьюга воет в щели между створами ворот, за которыми раньше были палатки. По боксу кружат редкие снежинки. Это они наших везли. Опустив голову, говорит Антон, под глазами у него льдинки. А мы... Спокойно, брат. Илья положил Антону руку на плечо. Сейчас мы вернемся за ними. Клянусь, я убью каждого из этих ублюдков. Выплевывая, каждое слово рычит Антон. Каждого! Каждого, брат. Рука Ильи в толстой перчатке сжимается на плече товарища, на его глазах тоже лед. Каждого! Антон поднимает глаза на лицо товарища и в свете однодиодного фонаря видит, как тот улыбается. Антону стало страшно от этой улыбки. Из проема ведущего в соседней с боксом помещения, где раньше были какие-то бытовки, кладовые и небольшой магазинчик автозапчастей, слышится какой-то посторонний звук, похожий на шарканье. Илья вскидывает автомат, щелкает предохранитель, широкими беззвучными шагами идет к проему. Две секунды, и он уже за дверью. Лапы в гору, завалю нахер! Не стреляй, лис, это я! Ванька стоит, выставив перед собой ствол ружья, но в Илью не целит. Это я, не стреляй! Что здесь произошло, Ваня? Мужики на снегоходах четверо, отвечает мальчик. Я до ветра отошел туда, он кивает куда-то назад, в магазин. Они появились, тихо подошли, и... Они без снегоходов поначалу были, это потом, когда всех повязали, двое отошли, куда-то и подъехали. Я в окно вылез и снаружи за углом прятался, я мог бы по ним стрельнуть. Голос Вани задрожал, но побоялся. Он схлипнул и разревелся. Тихо, парень. Илья подошел и обнял мальчика. Не хныч, ты все правильно сделал. Подошедший сзади Антон стоит молча, видя, как страшное перед этим лицо лиса снова изменилось. Видно, что лис не тянет время и не придается рефлексии. Лис думает. Если бы высунулся, продолжает Илья, похлопывая мальчика по спине. Подстрелили бы тебя в два счета и не побил бы ты тогда людоедов. Он отстраняется от Ивана и смотрит тому в глаза. Понимаешь? Редактор субтитров